Для тех, у кого мышь – это в первую очередь животное, клава – женское имя, а крякают обычно утки или гуси, а не программы. Язык, на котором говорят в сети, мог бы показаться как минимум бредом сумасшедшего. На развитие современного компьютерного сленга повлияло не только обилие новых специальных терминов, превративших компьютер в комп, струйный принтер в струйник, а такие слова, как юзер-пользователь, остались вообще без перевода. Так подонковский язык возник в свое время из-за необходимости перевода текста в более литературную форму путем замены букв в ряде нецензурных слов. Следует отметить, что замена слов на специально искаженные, как, например, «привет» или «круставчик», скорее относится к лексике «привет», нежели к жаргону подонков, где принцип «как слышу, так и пишу» не действует. Впервые в интернете «привет» появился в виде картинки с медведем, приветствующим отдыхающую на природе парочку. Реплика «сюрпрайз», чуждое русскому уху «сюрпрайз» заменили на удивительно приятное «привет». Несмотря на то, что многие словесные шедевры сетевого сленга стали классикой, писать с намеренными ошибками люди стали реже. Ведь подонковский язык, подобные лексики в стиле «привет», как все искусственное, рано или поздно обречены на выход из обращения. Так что начитанность и чувство юмора в сети, как и в жизни, вещи куда более ценные и постоянные, нежели языковая мода, которая, как известно, переменчива.